Девушки отдыхают А вот и письмо, касающееся тебя Здравствуйте, а у меня вопрос к Синусу Скажи, где ты так хорошо научился считать? Может быть, другие животные тоже умеют считать? Просто мы об этом не знаем, потому что они не говорящие Петя Смирнов, город Воронеж Да я у таких математиков жил, Петя Что волей-неволей считать научишься А вот про других животных не знаю Петя поднял очень интересную тему Конечно, разум животных нельзя сравнивать с человеческим Однако, и они обладают зачатками математических способностей А знаете ли вы, ребята, что муравьи умеют выполнять простейшие арифметические действия? Ну, например, когда муравей-разведчик Находит еду в специально сконструированном лабиринте Он возвращается и объясняет, как пройти к ней другим муравьям Если в это время заменить лабиринт на аналогичный То есть убрать феромоновый след, то сородичи разведчика все равно найдут пищу А что такое феромоновый след? Это синус След с пахучим веществом, который оставляют после себя муравьи И по которому их могут находить соплеменники В другом эксперименте разведчик ищет еду в лабиринте с большим количеством одинаковых ответвлений Находит ее, возвращается к своим собратьям, объясняет им путь И они сразу бегут к обозначенному ответвлению А если сначала приучить разведчика к тому, что пища будет находиться, ну, например, в десятом, двадцатом и так далее ответвлениях Муравьи принимают их за базовые и начинают ориентироваться, прибавляя или отнимая от них нужное число Муравьи, это как-то совсем уж мелко Они мне не конкуренты Ну что ж, синус, тогда, я думаю, тебе будет интересно узнать об эксперименте с рыбами Его провели итальянские ученые Когда за рыбкой гамбузей начинала гнаться более крупная, то маленькая, пытаясь скрыться, примыкала к стайке других рыб Так вот, если стайки было две, из трех рыб и из четырех гамбузия уверенно выбирала вторую А вот если приходилось выбирать из стаек, в одной из которых было четыре, а в другой пять рыб То гамбузия путалась, поэтому ученые заключили, что дальше четырех рыбкой считать уже не умеет Кстати, насчет арифметики Гамбузия может отличить числа, если их пропорция равна два к одному Например, стайки из шестнадцати И восьми рыб При этом, если их будет двенадцать и восемь, различить их рыба не сумеет, потому что пропорция здесь три к двум Ученые выяснили, что шимпанзе умеют считать до девяти А вот обезьяна, которая запоминает цифры, изображенные на экране и нажимает их по очереди от одного до восьми Обратите внимание, с какой скоростью она это делает А теперь то же самое пытается сделать человек Так быстро уже не получается И в чем же секрет приматов? Их зрительная память намного лучше человеческой Поэтому обезьяна быстрее считает Но, конечно, вычислять, делить, умножать и складывать двузначные числа обезьянкам уже не по силам А что вы можете сказать о грызунах, коллега? Я не беру в расчет себя, разумеется Я все-таки хомяк особенный Да уж, Синус, ты, конечно, особенный хомяк Что касается других грызунов, известно, что мышки-полевки умеют считать в пределах десяти А кроме них, арифметическими задатками обладают птицы Например, голуби считают до шести И как же это удалось обнаружить? Ученые провели эксперимент Голубю предлагали зерна по одному Но после каждого шестого вкусного подкладывали одно невкусное И через какое-то время голубь стал отбраковывать каждое седьмое семечко На основании этого и был сделан вывод о способностях голубей Интересно, а что насчет мусикомых? Лабораторные исследования показали, что пчелы умеют выбирать оптимальный маршрут между цветками То есть, они эффективно справляются с задачей, на решение которой современные компьютеры В зависимости от количества точек могут тратить не один день Ничего себе! Ну а что же это за задача такая, которую даже компьютеры так долго решают? Это задача из комбинаторики Которая заключается в том, чтобы найти самый короткий маршрут Проходящий через заданные города с последующим возвратом в исходный город В условиях задачи указываются критерии выгодности маршрута И соответствующие данные о расстояниях Как правило, указывается, что маршрут должен проходить через каждый город только один раз И какое же отношение города имеют к пчелам? Самое прямое. В природе пчелам приходится перемещаться между сотнями цветков Выстраивая кратчайший, скорейший и наиболее экономичный маршрут И затем возвращаться с нектаром в улей Так вот, в ходе исследований было выяснено, что пчела всегда находят наикратчайший маршрут между цветками Да, это правда изумляет Конечно, животные не знают цифр И когда мы говорим о том, что они умеют считать Это означает лишь то, что они различают количество предметов И понимают, что три больше двух Особенно, если эти три можно съесть А у нас новый вопрос Уважаемый профессор, вчера на даче сосед дядя Игнат задал мне загадку Как можно измерить высоту нашей березы, не забираясь на нее? Помогите, пожалуйста, решить эту задачу Ваня Хаклунд, 12 лет Дорогой Ваня, в самых первых выпусках нашей программы мы уже рассказывали о том, как можно измерить высоту дерева без риска для собственного здоровья Это был способ древнегреческого математика Фалеса, который измерил высоту египетской пирамиды с помощью собственной тени Смотрите, ребята Треугольник А, Б, С подобен треугольнику А малое, Б малое, С малое Но это не единственный способ Измерить высоту дерева можно с помощью обыкновенного зеркала Вот уж никогда не слышал, чтобы в геометрии использовались зеркала Сейчас у тебя будет возможность в этом убедиться Смотри На некотором расстоянии от измеряемого дерева на ровной земле в точке С Кладут горизонтально зеркало И отходят от него назад в такую точку Д Стоя, в которой видна верхушка дерева А Тогда дерево А, Б, во столько раз выше роста наблюдателя Е, Д, во сколько раз расстояние Б, С от зеркала до дерева больше расстояния С, Д от зеркала до наблюдателя Ну почему же так происходит? Этот способ, синус, основан на законе отражения света Вершина А отражается в точке А штрих, так что А, Б равно А штрих Б Из подобия же треугольников Б, С, А штрих и С, Д, Е Следует, что А штрих Б соотносится с Е, Д так же, как Б, С, 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 Д В этой пропорции остается лишь заменить А штрих Б, равным ему А, Б, чтобы обосновать указанные в задаче соотношения Запишем А, Б относится к Е, Д Как Б, С К С, Д Получается, что физика связана с геометрией Конечно, геометрия основа многих и многих наук Так что, дорогой Ваня, теперь тебе достаточно знаний для того, чтобы составить пропорцию Решить ее и удивить своего соседа подачу Ну что ж, мы сегодня прекрасно поработали А теперь, я считаю, что можем Немножко расслабиться Согласен, коллега Что вы припасли на сегодня? Скажу честно, голова у меня уже не важно работает Так что, давайте что-нибудь попроще Именно сегодня я припас задачки для самых маленьких математиков Так что, зовите к экранам братиков и сихстренок И мы будем разгадывать геометрические термины Зашифрованные вот в этих словах Итак, ребята Какой основополагающий термин геометрии здесь зашифрован? Часть окна Птица Инструмент художника Это слово «точек» Верно Получаются слова «фор» «точка» «лаз» «точка» «и» «кис» «точка» А здесь Очень большое число Ископаемое горючее И головной убор Наполеона Большое число – это угол Горючее – уголи А Наполеон носил треуголку Значит, здесь зашифрован угол Точно У нас получается Гугл Уголь Тре У Гол К И, наконец, последняя шарада Предмет одежды Широкие штаны И музыкальный инструмент Шарф Шаровары Шарманка Пропущено слово Шарф Правильно Шарф Шаровары Шарманка Ну, а нам уже пора прощаться с нашими зрителями Дорогие мои Пишите нам по адресу 109-147 Москва Улица Марксийской 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Или Оставляйте ваши комментарии на нашем сайте Радость моя.ру Профессору Круглову И хомяку Синусу До свидания До свидания, ребята Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин